Беседа 54.552.16.13 Пришель же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Для чего Евангелийс упомянул об основателе города. Для того, что была другая Кесария, именно Стратонова. А Иисус Христос спрашивал учеников не Стратоновой, а Филипповой, а ответ все далеко от иудеев, чтобы они, освободившись от всякого опасения, смело высказали все, что у них было в мыслях. Для чего же он спросил сначала не об их мнении, а о мнении народа? Для того, чтобы они, сказавшие народное мнение, потом будучи спрошены, «А вы за кого Меня почитаете?» самым порядком вопросов были возведены к высшему разумению, и не стояли о нем, не стали так же низко думать, как и народ. По той же причине спрашивает их не в начале проповеди, но когда сотворил много чудес, беседовал с ними о многих и высоких истинах, и многократно доказал свою божественность и единство с Отцом. Тогда уже предлагает им этот вопрос. И не говорит, за кого Меня почитают книжники и фарисеи, хотя они часто приходили к нему и беседовали, но желает знать непритворное мнение народа, за кого почитают Меня люди. Мнение народа было хотя гораздо ниже надлежащего, но без всякого лукавства. Мнение же книжников-фарисеев внушено было сильной злобою, и показывая, как сильно желает, чтобы исповедовали Его воплощение, говорит Сына Человеческого. Разумея, под этим и божество, как нередко и в других местах Он делает, так говорит, и никто не сходил на небо, как только Сын Человеческий, сошедший с небес, и в другом месте, что узрите Сына Человеческого, восходящего, где был прежде. Потом, когда ученики сказали Ему, что одни за Яна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремии, или за одного из пророков, и объявили Ему ложное мнение народа, тогда Он присовокупил. «А вы за кого почитаете Меня?» Этим вторым вопросом Он побуждает их думать о Нем выше, и дает разуметь, что первое мнение весьма мало соответствует Его достоинству. Для того Он требует от них другого мнения, и предлагает другой вопрос, чтобы они не думали о Нем одинаково с народом, который видел чудеса, превышающие силы человека, и почитал его человеком, хотя таким, который воскрес из мертвых, как говорил и Ирод. Но Он, отклоняяя от таких догадок, говорит, «А вы за кого почитаете Меня?» «Вы, которые всегда со Мною были, видели Мои чудодействия и сами творили через Меня многие чудеса». Что же на это отвечает Петр уста апостолов? Всегда пламенный глава в лике апостольском. На вопрос, предложенный всем, отвечает от себя. Когда Христос спрашивал о мнении народа, тогда все отвечали на Его вопрос. Когда же о их собственном, то Петр не терпит, предупреждает и говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Что же сказал Христос? Тогда Иисус сказал в ответ ему, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоти и крови открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах». Конечно, если бы Петр исповедовал Его Сыном не в собственном смысле и не от самого Отца рожденным, то это не было бы делом откровения. Если бы Он почел Его Сыном, подобным многим, то Его слова не заслуживали бы блаженства. И прежде еще бывшие на корабле после бури говорили воистину, Он есть Сын Божий. Однако не были названы блаженными, хотя и истину сказали. Они исповедовали Его не таким Сыном, как Петр, но признавали воистину Сыном, подобным многим, даже превосходнейшим многих, только не самой сущности Отца рожденным. 554. И Нафанаил также говорил, «Рави, ты Сын Божий, ты Сарь Израилев, а однако же не только не называется блаженным, но еще обличается Господом за то, что много еще не досказал истины. Поэтому Христос и прибавил». «Ты сказал так, потому что я сказал тебе, что видит я под смоковницей, больше всего еще увидишь». За что же Петр называется блаженным? За то, что он исповедал Его истинным Сыном. По этой-то причине Христос других не назвал блаженными, но, говоря с Петром, показал, кто и открыл Ему. Чтобы исповедание Петрова не показалось многим сказанным из дружбы и лести, и знак особенного к нему расположения, потому что он весьма любил Христа и указывает Того, кто внушил Ему, чтобы ты разумел, что Петр только произносил, а научал Его Отец. И чтобы ты верил, что слова эти не выражают человеческое мнение, но божественное учение. Но почему Христос не открывает Себя Сам, не говорит «Я Христос», но достигает этого вопросом Своим и заставляет произнести исповедание учеников, потому что это и Ему тогда было приличнее и нужнее. А их боли побуждало верить сказанному. Видишь ли, как Отец открывает Сына, как Сын открывает Отца? Никто не знает Отца, только Сын. И кому хочет открыть Сын? Таким образом, не через другого, кого можно познать Сына, как только через самого Отца. И не через другого, кого можно познать Отца, как только через Сына. Так что из этого видно, что они равночестны и единосущны. Что же говорит Ему Христос? «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа. Так как ты проповедовал Моего Отца, то и я именую родившего тебя». И как бы так, говорит, «Как ты сын Ионин, так и я сын Моего Отца». Иначе излишне было бы говорить, «Ты есть сын Ионин». Но когда Петр назвал его Сыном Божиим, тогда Христос, чтобы показать, что он так же и есть Сын Божий, как Петр, сын Ионин. То есть одной из сущностей с родившим присовокупил. «И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Этими словами Господь показывает, что от сели многие будут веровать, ободряет дух Петра и делает его пастырем. Если же не преодолеет ее, то тем более меня. Поэтому не смущайся, когда услышишь, что я буду предан и распят. Далее обещает и другую почесть. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Что значит «я дам тебе»? «Как отец дал тебе познание обо мне, так и я дам тебе». Не сказал умолиться, хотя это было бы важным доказательством его могущества и незреченно великим даром, но я дам тебе. Что же дашь? Ты скажи мне. «Ключи неба». Как же не может дать того, чтобы сесть одесную и слева тот, который говорит «я дам тебе». Видишь ли, как Христос этими двумя обещаниями возводит Петра к высокому о нем мнению, как открывает себя и показывает истинным Сыном Божиим. Он обещает даровать ему то, что собственно принадлежит одному Богу, именно разрешать грехи, соделать церковь непоколебимую среди всех волнений и простого рыбака и лить крепчайшим всякого камня, когда восстанет на него вся Вселенная. Подобным образом и Бог Отец сказал беседой с Иеремией, что полагает его как столб медный, как стену. Иеремия 1.18 Но Иеремия поставлен был для одного народа, а Петр для целой Вселенной. Хотелось бы мне спросить тех, которые унижают сына, какие больше дары, те ли, которые отец дал Петру, или те, которые дал сын? Отец даровал Петру откровение о сыне. Сын же откровенное познание об Отце и о самом себе посеял во всей Вселенной и простому смертному вручил, давший ему ключи, власть над всем небесным. И он распространил церковь по всей Вселенной и явил ее сильнейшую с самого неба. Матфея 24.35 Небо и земля мимо пройдут, а слова мои не пройдут. Как же меньше тот, кто дал такую власть и совершил такие дела? Говоря это, я не отделяю дел Отца от дел Сына. И все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. Но хочу обуздать бесстыдный язык, дерзающих унижать Сына. И из всего этого познай власть Христа. Стих 18. «Я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь Моя, и врата Ада не одолеют ее». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Для чего Он запретил? Для того, чтобы по удалению соблазнителей, по совершении крестного подвига и по окончании всех Его страданий, когда уже некому было препятствовать и вредить вере в Него многих, тогда чисто и твердо напечатлелось в уме слушающих верное о Нем понятие. Могущество Его не так еще очевидно обнаруживалось. Поэтому Он хотел, чтобы апостолы тогда уже начали проповедовать о Нем, когда очевидна истина проповедуемого, и сила событий будут подтверждать слова их. Действительно, иное было дело видеть, что Он то чудодействует в Палестине, то подвергается поношениям, гонениям, особенно когда за чудесами должен был последовать крест, и иное дело видеть, что вся Вселенная Ему поклоняется и верует в Него, и что Он уже не терпит ни одного из тех страданий, которые претерпел. Поэтому-то Он и повелел никому не сказывать. Раз укоренившаяся, а потом исторгнутая, трудно уже насадить и удержать во многих. Напротив, что однажды принялось и остается на самом месте и ничем не бывает повреждаемо, то легко прозябает и возрастает. Если те, которые видели многие чудеса и слышали столько неизреченных тайн, соблазнялись при одном слухе о страданиях, притом не только прочие апостолы, но и верховный из них Петр, то представь, какому бы соблазну подвергся народ, если бы он знал, что Христос есть Сын Божий, и потом увидел, что Его распинают и оплевывают, между тем не разумел бы сокровенного в таких тайнах, не приняв еще Святого Духа. Если и ученикам Христос говорил, много имея говорить вам, но вы не можете вместить, то тем более смутился бы прочий народ, если бы прежде надлежащего времени открыта ему была высочайшая из тайн. Вот почему он и запретил сказывать. И действительно, как важно было познать полное учение не прежде, чем после этих событий, когда миновали соблазны, познай то из примера верховного апостола. Тот же самый Петр, который после стольких чудес оказался таким слабым, что даже отрекся Иисуса и убоялся простой служанки, когда совершились уже крестные страдания, когда он увидел ясные доказательства воскресения, и когда ничто уже его не соблазняло и не устрашало. Тот же Петр с такой непоколебимостью защищал учение Духа, что несмотря на все угрожавшие ему опасности и тысячи смертей, сильнее льва устремлялся на народ иудейский. Итак, справедливо запретил он сказывать прежде креста народу, когда прежде креста опасался все открыть и тем, которые должны быть наставниками. «Много имею говорить вам, — говорил Христос, но вы не можете вместить». И действительно, многого они еще не разумели в его словах, чего прежде креста он ясно не открыл им. После же воскресения они поняли некоторые из его слов, и с этого, с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть. С какого времени? С того, когда насадил в них учение своей божественности, когда положил начало обращения языков, но и тогда они не поняли еще слов его. Сказано, и это было сокрыто от них. Они все еще оставались как бы в некоем мраке, Лука 18, 34, не зная, что должно ему воскреснуть. Вот почему Христос и останавливается на этом трудном для них предмете, распространяет свое слово, чтобы отверзть их ум и дать уразуметь, что значит слова его. Но они не разумели, и слово его было сокрыто от них. Они даже боялись спрашивать его, впрочем, не о том, точно ли умрет он, но о том, как и каким образом, и что значит эта тайна. Они не знали, что такое значит воскреснуть, и считали важнейшим никогда не умирать. Вот почему при общем смущении, недоумении учеников, пылки Петр опять один осмеливается продолжить об этом разговор. Но и то не при всех, а наедине, то есть устранившись от других учеников, и говорит, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Что это значит? Тот, который удостоился откровения, назван блаженным, так скоро споснулся и упал так, что побоялся страдания. Но что удивительного, если это случилось с человеком, который не получил о том откровения, чтобы знать тебе, что он не знал, от себя произнес слова, не сам от себя, ты Христос, Сын Божий. Смотри, как он смущается и недоумевает о том, что ему еще не открыто, и тысячу раз слыша, не понимает, что говорят ему. Он познал, что Иисус есть Сын Божий. А что такое тайна креста и воскресения, то ему еще не было известно. Сказано, и слова его были сокрыты от них, видишь ли, что Христос справедливо запретил сказывать о том другим. Если сказано так смутило и тех, кому нужно было это знать, то чего не случилось бы с другими. Но Христос, желая показать, что Он немало не против собственной воли идет на страдания, даже обличил Петра и назвал Сатаною. 557. Да слышат это все те, которые стыдятся крестных страданий Христовых. Если и Верховный Апостол, при том, когда не понимал еще всего ясно, назван Сатаною за то, что устыдился креста, то какое извинение найдут те, которые при всей очевидности отвергают это таинство? Если слышать такой упрек, названный блаженным и исповедавший божество Христово, то подумай, чему подвернутся те, которые ныне отвергают таинство креста? Христос не сказал, Сатана говорит твоими устами, но отойди от меня, Сатана, потому что противник именно желал того, чтобы Христос не страдал. Вот причина, почему он с такой силой обличил Петра. Он видел, что и Петр, и другие всего более того боялись и не могли спокойно слышать. По той причине он обнаруживает и тайные, и его мысли, и говорит, Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Петр, заключая о деле по-человеческому и плотскому рассуждению, думал, что страдание для Христа позорно и несвойственно. И так, проникая в его мысли, Христос говорит, Немало не несвойственны мне страдания, но ты так судишь, по плотскому разуму. Напротив, если бы ты в божественном духе, освободившись от плотских помыслов, высказал сказанное мною, то понял бы, что это мне весьма прилично. Ты думаешь, что страдать для меня низко, а я тебе говорю, что эта мысль не страдать мне от дьявола. Так он страхом противного рассеивает боязнь Петра. Как и Иоанна, когда тот посчитал низким для Христа креститься от него. Он убедил крестить, сказав, так подобает нам. Как и самому Петру, когда не давал ему умыть ног своих, сказал, если не умою ног твоих, то не будешь иметь части со мною. Так и здесь он вразумил Петра страхом противного и силой обличения уничтожил страх, возбужденный мыслью о страдании. И так никто не стыдись достопоклоняемых знаков нашего спасения, которыми мы живем, и начало всех благ, которыми существуем. Но как венец будем носить крест Христов. Через него совершается все, что для нас нужно. Нужны ли родиться? Предлагается нам крест. Хотим ли напитаться таинственной пищей? Нужно ли принять рукоположение? Или другое, что сделать? Везде предстоит нам этот знак победы. Потому-то мы со всяким тщанием начерпываем его и на домах, и на стенах, и на дверях, и на челе, и на сердце. Крест есть знамение нашего спасения, общей свободы и милосердия нашего владыки, который как овца веден был на заклание. Потому, когда знаменаешься крестом, попредставляй все значение креста, погашай гнев и все прочие страсти. Когда знаменаешься крестом, пусть на челе твоем выражается живое упование, а душа твоя делается свободною. Без сомнения вам известно, что доставляет нам свободу. Потому и Павел, склоняя нас к этому, я разумею, свободу нам приличную, упомянув о кресте и крови Господне, убеждает такими словами, «Да дорогой ценой купленный вы, посему не делитесь рабами человеков. Помышляй, говорит, о дорогой цене, какая заплачена за тебя, и не будешь рабом ни одного человека, а под дорогой ценой он разумеет крест. Не просто перстом должно его изображать, но должны этому предшествовать сердечное расположение и полная вера. Если так изобразишь его на лице своем, то ни один из нечистых духов не сможет приблизиться к тебе, видя тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого получил смертельную рану. Если и мы с трепетом взираем на те места, где казнят преступников, то представь, как ужасается дьявол, видя оружие, которым Христос разрушил всю его силу и отсек главу змея. И так не стыдись столь великого блага, да не постыдит и тебя Христос, когда придет во славе своей и когда это знамение явится перед ним, сияя светлее самих лучей солнечных, тогда крест этот самым явлением своим как бы скажет в оправдании Господа перед целой вселенной и во свидетельство, что с его стороны все сделано, что только нужно было. Это знамение и в прежние, и в нынешние времена отверзало заключенные двери. Оно отнимало силу вредоносных веществ, делало недействительным яд. Оно врачевало смертоносные угрызения зверей. Если оно отверзло врата адовы, отворило твердь небесную, вновь открыло вход в рай и сокрушило крепость дьявола, то что удивительного, если оно побеждает силу ядовитых веществ, зверей и всего тому подобного. 559. Итак, напечатлей крест в уме твоем, и обними спасительные знамения душ наших. Этот самый крест спас и преобразовал вселенную, изгнал заблуждение, ввел истину, землю обратил в небо, людей оседел ангелами. Когда при нас крест, тогда демоны уже не страшны и не опасны. Смерть уже не смерть, а сон крестом все враждебное нам не зложено и попрано. Итак, если кто скажет тебе, ты поклоняешься распятому, отвечай ему радостным глазом и с веселым лицом, поклоняйся и не перестану поклоняться. Если он засмеется, ты оплачь его безумие и благодари Господа, что он оказал нам такие благодеяния, которых без откровения свыше и познать никто не может. Такой человек смеется ведь потому только, что он душевный человек и не принимает того, что от Духа Божия. То же бывает и с детьми, когда они видят что-нибудь великое и удивительное. Если ты станешь объяснять ребенку тайну, он засмеется. И язычники подобны таким детям, а лучше сказать и их безрассудни, почему и более достойны сожаления, как поступающие по-детски, не в детском, а в совершенном возрасте. Поэтому-то они не заслуживают никакого извинения. Но мы громким, сильным и высоким голосом взываем и говорим, а когда предстанут все язычники, еще с большим дерзновением возопьем, что крест есть наша похвала, начало всех благ, дерзновения и все наше украшение. «Ой, если бы я мог сказать с Павлом, которым для меня мир распят и я для мира, но не могу будучи одержим различными страстями, поэтому вещеваю вас, а прежде вас себя самого, распяться миру и не иметь ничего общего с землею, но возлюбить горнее Отечество, славу и благо небесное. Мы воины Царя Небесного, мы облеклись в оружие духовное. Зачем же мы живем подобно корчевникам, бродягам и даже подобно червям? Где царь, там должен быть и воин. Мы воины не отдаленного какого-либо царя, но близкого к нам. Земной Царь не допустит всех в свой дворец и к своей особе, но Царь Небесный хочет, чтобы все были близ царского его престола. Но как возможно скажешь, чтобы мы, находясь здесь, предстояли его престолу? Та же, как и Павел, будучи на земле, был там, где Серафимы и Херувимы, и даже ближе был ко Христу, нежели щитоносцы к царю. Эти последние обращают свои взоры на многие предметы. Павла же ничто не занимало, ничто не развлекало, но вся мысль его была устремлена к царю Христу. Если, следовательно, мы захотим, и нам это будет возможно, если бы Господь отдален был местом, то ты имел бы причину сомневаться. Если же Он везде присутствует, то и близок ко всякому, кто все внимание устремил к Нему. Вот почему и пророк сказал, не убоюсь зла, ибо ты со мною. И сам Бог говорит, Бог я есть вблизи, а не только Бог вдали. Иеремия 23, 23, потому как грехи удаляют нас от Него, так добрые дела приближают к Нему. Еще ты говоришь, и вот я, говорит Господь. Какой отец когда-либо бывал так внимателен к детям? Какая мать так бывает заботлива и всегда ждет, не позовут ли ее дети? Не найдешь ни одного такого отца, ни одной такой матери. Только один Бог непрестанно ждет, не воззовет ли к Нему кто из слуг Его, и никогда не оставляет наших прошений, когда просим его должным образом. Потому то он и говорит, еще говоришь ты, ты еще не кончишь своих прошений, а я уже выслушаю. Итак, будем призывать его, как он того хочет. Но как он хочет, разреши, говорит он, всякую неправду, отпусти должника, раздери неправедное писание, раздели салчищем хлеб твой, веди бескровного нищего в дом твой, если увидишь нагово одень его, и от свойственных племени твоего не скрывайся, тогда откроется свет твой, исцеление твое раново сияет, и привидит перед тобой правда твоя, и слава Божия обымет тебя, тогда призовешь меня, и услышу тебя, еще будешь говорить, и я скажу, вот я, Исайя 58, 6, но кто же в состоянии это сделать, скажешь ты, а я спрошу тебя, кто не в состоянии, в самом деле, что здесь трудного, что неудобного, напротив, это не только возможно, но и так легко, что многие даже сделали более, не только раздирали неправильное писание, но и отдавали все свое, не только укрывали и питали у себя бедных, но трудились до пота, чтобы их прокормить, благодетельствовали не только сродникам, но и врагам, 561, и в самом деле, что трудного в сказанном выше, не говорят тебе взойди на гору, переплыви море, возделай столько-то десятин земли, долго пастись, надень вретище, но сказано, подай ближним, подай хлеба, разорви неправильно составленное писание, что легче этого, скажи мне, если же тебе и кажется это трудным, то посмотри на награды, и будет тебе легко. подобно тому, как цари подвязающимся на ресталищах конских предлагают венцы, награды и одежды, так и Христос среди поприща полагает награды, показывая их в каждом слове пророка, как бы в особой руке. Земные цари, пусть они будут тысячу раз цари, все же люди, и богатство у них тратится, и щедрость истощается, а потому они стараются малое показать великим, отчего каждая вещь вручает особому прислужнику, и таким образом выставляет на показ. Не так поступает наш царь, так как он весьма богат и ничего не делает на показ, то он выставляет дары сложившиеся вместе, если бы эти дары разложить порознь, они были бы неисчислимые, и много требовалось бы рук держать их. Чтобы увериться в этом, рассмотри внимательно каждую из наград, тогда откроется сказанно, свет твой. Не думаешь ли, что тут один дар? Нет, не один. Он заключает в себе много почестей, венцов и других наград. Если угодно, разложим и покажем по возможности все богатство, только не поскучайте, и во-первых, посмотрим, что значит разверзница. Не сказано явится, но разверзница. Это показывает нам скорость и обилие. И то, как много желает он нашего спасения, как усиливается и спешит породить эти блага, показывает, что ничто не удержит этого неизреченного усилия. Все это выражает обилие даров и бесчисленные богатства. Что значит рана? Это значит, что награды даются не после искушений или испытанных бедствий, но еще прежде. Как плоды, которые показались прежде времени, мы называем ранними, так и здесь опять выражая скорость. Он так же говорит, как я выше сказал, еще ты будешь говорить, и я скажу вот я. А о каком свете говорит он? Что это за свет? Не тот чувственный, но другой, гораздо лучший, при котором мы видим небо, ангелов, архангелов, херувимов, серафимов, престолы, господство, начало, власти, все воинства, чертоги и дворы царские. Если ты удостоишься этого света, то и это все увидишь. Избавишься гиенны, ядовитого червя, скрежета зубов, неразрешимых уз, стенания и скорби, непроницаемой тьмы, рассечения надвое, реки огненной, проклятия и места мучения. И пойдешь туда, где нет ни болезни, ни печали, где великая радость, и мир, и любовь, и веселье, и услождение, где жизнь вечная, слава несказанная и красота неизреченная, где вечные обители, слава царя неведомая и такие блага, которых око не видела и ухо не слышала, и на сердце человеку не приходило, где духовный чертог и небесные ложи, где девы с ясными светильниками облеченные в брачные одежды, где бесчисленные богатства Господа и царские сокровищницы. Видишь ли, сколько наград, и как все они выражены одним словом, и как все совокуплены вместе. Точно так же, если станем разбирать и прочие слова, откроем бесчисленнейшее богатство, море неизмеримое. Итак, скажи, будем ли еще медлить и не родить о вспомоществовании бедным? Нет, умоляю вас, но хотя бы нужно было всем пожертвовать, хотя бы нужно было броситься в огонь и идти против мечей и секир, или другое, чтобы потерпеть. Все будем переносить охотно, чтобы получить одеяние Царства Небесного и неизреченную славу. Каковой славы все мы и досподобимся благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.